Ты думаешь, тебя не обманывают производители смартфонов? Не обманешь, не продашь. Этот лозунг, к сожалению, справедлив и в наше вроде бы цивилизованное время. Маркетологи постоянно обманывают потенциальных покупателей, чересчур переоценивая малозначимые характеристики или вообще подменяя понятия, а иногда и цифры. Смотри это видео до конца и ты узнаешь основные приемы, с помощью которых нам пытаются впарить современные смартфоны. И больше не будешь допускать таких ошибок при выборе смартфона. Как ни странно, но один из главных любителей кидать пыль в глаза покупателям сказками о 4К разрешении компании Sony. Впрочем, вспоминая история с якобы 4К на PS4 Pro, которого толком и не было, это даже где-то логично. На всякий случай напомню, что истинное 4К разрешение должно иметь 2160 точек по узкой стороне, а по длинной в зависимости от соотношения сторон. Для 16 к 9 это будет 3840 на 2160 пикселей, а для модных нынче 19,5 к 9 – 4680 на 2160 пикселей. Смартфоны же, Sony Xperia 1 например, имеют разрешение 3840 на 1144, что хоть и где-то близко, но все же не 4К. А еще Sony уже однажды поймали за руку на факте, когда в смартфоне с 4К дисплеем, система и запущенные игры отрисовывались с пониженным качеством в 1080, а в 4К можно было смотреть только картинки и видео. Кстати, надо будет проверить, не обманывают ли нас сегодня. И да, не забывайте, что разрешение 1600 на 720 в каком-нибудь Xiaomi Redmi 9A или Honor 9A не имеет никакого отношения к Full HD. Это просто HD с дополнительными пикселями под экранные кнопки и все равно не растянутая настолько, чтобы претендовать на действительно четкую картинку. Современные смартфоны с разрешением выше Full HD обычно сами рекомендуют пользователю использовать все равно именно Full HD и по умолчанию с завода настроено все именно так. Яркий пример Samsung S10, Note 10, S20, Note 20 со своими QHD экранами 1440 на 3200. Заходишь в настройки свежераспакованного смартфона, а там стоит Full HD. Потому что на высокой частоте смартфон разряжается быстрее, а работает при этом медленнее. Не знаете, как провести вечер? Смотреть фильмы и сериалы без рекламы. 60 дней бесплатного доступа к кинопоиску. Кинопоиск это 1000 фильмов и сериалов на любой вкус, включая эксклюзивные. По коду, прикрепленному в описании, все новые пользователи получат бесплатный доступ к сервису на 60 дней. А также дополнительные бонусы от сервисов Яндекс. Яндекс.Музыка с доступом к 60 миллионам треков. Яндекс.Гоу подарит кэшбэк баллами до 10% за поездки в классах Comfort, Comfort Plus и Ultima. От Яндекс.Афиша кэшбэк баллами до 10% за покупку билетов на мероприятия. А Яндекс.Маркет порадует кэшбэк баллами до 5% за покупку товаров со специальной отметкой на маркете. Переходите по ссылке в описании и забирайте бесплатный доступ на 60 дней. Продолжая рассказ про экраны, нельзя не вспомнить и новую моду производителей. Экраны с частотой обновления выше 60 Гц. Тут для жульничества целое раздолье. К примеру, можно делать как Samsung. Заявлять экран как QHD и 120 Гц, но на деле именно в 120 Гц смартфон работает с пониженной четкостью. А в QHD отображается только 60 Гц. Вам чай без сахара или без заварки? Особенно интересно, что реклама пытается показать, как работает 120 Гц в анимации, плавность которой даже ниже 60 кадров в секунду. Или не менее веселое жульничество в OPPO Fint X2. Экран работает и в QHD и в 120 Гц одновременно. Только вот режим работы при 120 кадрах в секунду поддерживается лишь встроенным приложением. И даже в Google Chrome мы видим стандартное 60 кадров в секунду. А толку от частоты обновления дисплея в 120 Гц при анимации в 60 кадров в секунду абсолютно никакого. Это как купить геймерский монитор с частотой 240 Гц и запускать на нем игры с компьютера, который не выдает в играх более 30 кадров в секунду. А еще неприятный факт заключается в том, что в отличие от 120 Гц, режим 90 Гц вы вряд ли отличите с виду от 60 Гц. Тут еще и от скорости работы прошивки многое зависит. Лучше качественная оптимизация при 60 Гц, чем обы что в 90 Гц. И поэтому, увы, 90 Гц на флагманских Huawei выглядит далеко не такими бодрыми, как 60 Гц у Samsung. Но у Samsung более мутная картинка. Подпишись на канал, поставь лайк и давай к следующему трюку. Экран с диагональю 6,5 дюймов. Это много или мало? Наверняка вы видели все эти слайды, где производители хвалятся своими большими экранами. Вот только большая диагональ не всегда означает большую площадь. И все из-за разницы соотношения сторон. Например, смартфон Sony Xperia 1 Mark II имеет диагональ 6,5 дюймов и соотношение сторон 21 к 9. А смартфон Oppo Reno 3 диагональю 6,4 дюйма соотношение сторон 20 к 9. При меньшей диагонали Reno 3 имеет площадь чуть больше 9889 мм квадратных. Вместо 9869,3 мм квадратных у Sony. Его экран чуть шире. Но главное и площадь покрытия корпуса у смартфона Oppo 84,2%, тогда как у Xperia Mark II 84%. То есть, хоть и не намного, но Reno 3 эффективнее использует свои габариты. Впрочем, вырез в экране в китайце нивелирует эту разницу. Чем меньше ширина, чем больше первая цифра у соотношений сторон, тем меньше его площадь при той же диагонали. Ну и процент отношения площади экрана к корпусу не стоит забывать. По этому параметру Apple уже давно проигрывает вообще всем на рынке. 20 к 9 уже, чем 19,5 к 9. Даже если взять iPhone 11, у него площадь покрытия экрана составляет всего 79,7%. И это без учета огромной моноброви, которая дополнительно съедает полезное место. А вот у Huawei P40 Plus площадь покрытия составляет аж 91,6%. То есть, если два смартфона в руках ощущаются одинаково, то все равно выгоднее тот, у кого площадь покрытия экрана больше. Кстати, ширина корпуса у Huawei P40 Plus составляет 72,6 мм, а у iPhone 11 аж 75,7 мм. В руке такой iPhone держать менее удобно, а экран у него намного меньше. Тут уже и из-за диагонали в том числе. iPhone SE 2020 года тут вообще выглядит дико. У него покрытие экрана составляет всего 67,4%. Если бы его выпускали не инженеры Apple, а какая-то другая современная компания, то в его корпус поместился бы экран с диагональю 5,8 и соотношением сторон 18,5 к 9, площадь которого была бы больше в 1,4 раза. С какого-то времени стало ясно, что приличный смартфон прям категорически не может иметь мало камер. Поэтому китайцы, в основном именно они, стали изощряться 4, 5 и даже 7 камер, а работают 1-2. Или, как у Nokia 9, сразу 5 камер из 7 работают одинаково и снимают одинаковую картинку. Можно было бы предположить, что это все равно даст свой эффект. Но нет, смартфон снимал хуже конкурентов за схожую цену. Множество камер в теории могут дать большое преимущество съемке, но это не тот случай. Если посмотреть детали по камере большинства китайских смартфонов, то можно увидеть, что в этих квадрокамерах 2 из 4 модуля это, как правило, макро, которыми никто не пользуется. Да, и сенсор глубины. Этот сенсор в теории должен помогать качественно размывать фон, но на деле с этим порой справляются лучше и вообще однокамерные смартфоны. Впрочем, еще когда в айфонах появилась вторая камера с оптическим зумом 2x, она тоже использовалась не всегда. Если освещения в кадре камеры недостаточно, ну как недостаточно, в помещении с включенной люстрой на 5-60 ваттных лампочек, например, то съемка производилась на основную широкоугольную камеру и с нее отделался круп. Гонка мегапикселей, которая, казалось, уже завершилась пару лет назад, сегодня активизировалась с новой силой. Производители хвалятся камерами в 64 и даже 108 мегапикселей. Но есть ли в этом хоть какой-то смысл для пользователя? На самом деле, как и раньше, выше разрешение не равно выше качество. Поэтому и в тех же топовых самсунгах основной модуль, на который приходится больше всего фотографий по итогу, и который лучше всего работает при плохом освещении, потому что у него лучшая оптика светосилой 1.5, это старая добротная 12 мегапикселей. А сенсор 64 мегапикселя в Galaxy 2020 Plus используется вместо оптического зума. По итогу, все эти 108 мегапикселей в обычном режиме все равно выдадут разрешение в 4 раза ниже. Просто потому, что это такие хитрые, неполноценные квадропиксели. Заставить выдать фотографию в 108 мегапикселей, впрочем, на таких смартфонах тоже возможно. Но толку от нее будет мало. Да и всякие эффекты в этом режиме отключатся. Маркетологи любят мериться количеством ядер процессора. Но если вы посмотрите внимательнее, больше всего ядер у бюджетных смартфонов на каком-нибудь Mediatek. Нет, конечно, конструктивно большой набор ядер имеет свои преимущества. Но вовсе не такие, как думает покупатель. На самом деле, почти у всех современных смартфонов топовую производительность имеют 2-4 ядра, это максимум. Остальные ядра используются в режиме низкого энергопотребления, в спящем режиме, например. Условно говоря, если в упряжку с двумя крупными лошадьми добавить несколько пони, лучше не станет. Поэтому подавляющее большинство приложений используют либо мощные ядра, либо маломощные по отдельности. Но не все сразу. Автоматически и правильно согласовано в одной упряжке разные ядра начали работать только с 2018 года, когда RM представила архитектуру Dynamic U. В ней уже не программистам создателям приложений нужно определяться, будет ли их приложение просить мощные или маломощные ядра. Все начало работать автоматически. А процессор научился сам разбрасывать нагрузку по доступным ресурсам в любом числе и комбинациях. А сколько их в общей сложности, 8, 12 или 24, значения для производительности не имеет. И не забывайте о следующем уровне кидалово от маркетологов. Snapdragon 730G, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, например. Только два мощных ядра, Krio 465 Gold, они же Cortex-A76. А остальные шесть, маломощные ядра Cortex-A55. Аналогичная ботва и в Mediatek Helio G90T. Это как банка с красной икрой, в которой 60% не икра, а имитация. Но рекламироваться все будет, конечно же, как честный 8-ядерный процессор. Покупатель заходит в винную лавку. Мне кинзамараули. Лавочник берет бутылку, подходит к бочке, наливает, наклеивает этикетку, продает. Другой покупатель заходит в винную лавку. Мне кварелли. Лавочник берет бутылку, подходит к той же самой бочке, наливает, наклеивает этикетку, продает. Третий покупатель заходит в винную лавку. Мне напарелли. Не могу. Почему? Вина нет? Вино есть, этикеток нет. Анекдот в тему. Чтобы не теряться в информационном шуме, компании нужны хоть какие-то анонсы. А лучший анонс для производителей смартфона – это выход новой модели. И плевать, что на самом деле она может быть старая. Достаточно выпустить ее под новым именем и вот вам новый анонс. Пиарщицы радостно рассылают пресс-релизы, названивают журналистам. А вы опубликуете нашу новость. А писать-то толками нечего. Ведь старый смартфон под новым именем стоит еще дороже, чем тот же старый смартфон, но под старым именем. Пишите в комментариях, как еще нас пытаются обмануть при покупке смартфонов и посмотри вот это видео. Да пребудут с вами инновации!